Приветствую! Мы с вами проходим игру, которая может буквально заставить трястись от эмоционального перенапряжения людей с неоткрепшей психикой. Санитариум на ваших экранах. Часть номер 4. И после странного и пока что необъяснимого перевоплощения в девочку, в маленькую девочку, мы оказываемся в жутком цирке. Давайте посмотрим, что творится на образной арене этого цирка. Пожалуй, это самый странный цирк из всех, что доводилось видеть. Он расположен на острове. Остров такой скалистый. Окружен водой, в которой плавают разлагающиеся тела. Жуткое место. Давайте начинать. Посмотрим. Начнем с воды. Это была реакция на труп. Вода. А такая грязная. Дна не видно. Да. Здесь есть смотровое устройство. Прямо перед нами спит пьяный хозяин. Или главный в этом цирке. Ой, ну это не выглядит слишком надежно. Да. Кажется, этот мостик сколотили уже после того, как все покрылось водой. И он действительно выглядит не слишком надежно. Но нам по нему придется идти. Так. Впереди главный шатер. Ух ты. Ширина этого шатра, наверное, не меньше миллиона футов. В общем, большой. И также мы сразу видим фургончик. Фургончик с надписью Тату. Какой миленький вагончик. Да. Главное, чтобы когда мы туда вошли, там все не было забрызгано кровью и кишками. А так? Какой миленький вагончик. Ну, посмотрим. Сейчас мы не можем туда войти. Давайте заодно увидим, что говорит наша героиня при попытке на расстоянии открыть дверь. Я не могу идти туда? Ни за что. Ни за что. Ни за что. Ни за что. Не думаю, что мне можно пойти туда. Вот три фразы есть у нее. Я не могу идти туда? Так. У него большой красный нос, как у Санда Клауса. А еще, может быть, алкоголический понос. Смотрите, как его раздуло. Может быть, его пучит. Но это лишь предположение. Давайте посмотрим еще в... Через это я все могу разглядеть. Да. В бинокль что же мы разглядим? Ух ты! Небольшое поселение и особняк. Так. Вода. А такая грязная, дна не видно. Боже мой, как ты попала сюда, малышка? Не знаю, мистер. Все, что я помню, это как я смотрела в воду. А потом что-то вспыхнуло. И вот я очнулась здесь. Мне как-то не по себе. Потому что я ничего не помню. Ну что ты? Не надо бояться, моя дорогая. Применив мой широко известный детективный метод, сообщаю тебе, что ты, судя по всему, плыла в лодке и свалилась в забор. Приливом тебя принесло сюда в целости и сохранности. Я уверен, что твоя семья тебя уже ищет. Пока что на этом диалог с ним остановим. Мы к нему еще вернемся. Теперь проход открыт. И помните вопрос, который я говорил, мы зададим много раз еще. Что тут, черт возьми, происходит? Кому пришло в голову делать цирк на острове? Зачем? Это же совершенно нерентабельно, неудобно. Может быть, что-то узнаем. Давайте пойдем, попробуем пообщаться с актерами этого цирка. Водка. Водка. Здесь везде валяются бутылки с водкой. Водка. Заходим в главный шатер. И что же мы видим? Первая из сюра. Ловко жонглирующий одной рукой клоуна. С него и начнем. Он может жонглировать одной рукой. Меня зовут Сара. А тебя? Меня зовут Водкач. По совершенно очевидной причине. И чем здорово получается? Здорово, скажи, а? Я могу жонглировать чем угодно. Правда? Ну, да, но я уже утомился от бездель. Никто меня больше не вызывает. Пока что все. Проходим к этому качку. Он тут очень усердно занимается. Боже мой, хочу я на груди. Меня зовут Сара. А тебя? Меня зовут Джин. Я самый сильный в мире. Привет за попытку. Руки базуки делает. Ух ты. У тебя столько мускулов. Да, а было еще больше. Но я перестал держать себя в форме после потопа. Сильно был потоп, да? Да, мы вынуждены торчать здесь до тех пор, пока вода не сойдет. Я потерял половину моих железок в этом потопе. К тому моменту, когда мы спасемся, я стану жалким, слабым, доходягой, как эти клоуны. Я раньше никогда не видела цирка на острове. Да, это, видимо, первый и последний в твоей жизни. Вот так сказал. Вот просто одно предложение, и аж мурашки по спинному мозгу пробежали. То есть тут еще может быть как бы двойной смысл. В том смысле, что это первое и последнее, что ты больше таких цирков не увидишь. Или то, что тебе осталось жить совсем недолго здесь. И вот второй почему-то кажется более реальным в таком месте. Давайте еще раз, это просто... Я раньше никогда не видела цирка на острове. Да, это, видимо, первый и последний в твоей жизни. А кто живет в том большом и страшном доме на другом острове? Не знаю, я просто рад, что Инферно не пыталась добраться туда. А почему? Ее глупый муженек Геральда, шпагоглотатель, собирался туда, но Иги позаботился о нем. Тут тоже есть своя мелодия. Ну, а, конечно же, не сравнится с... Ну, хватит об этом. В предыдущей части этому было уделено достаточно времени. А мы проходим дальше. Надеюсь, она не бросит этим меня? Меня зовут Сара, а тебя? А тебе-то что за дело, козявка? Почему ты такой грубый? Ты же просто спросила. Ну, я же просто спросила. Меня зовут Трикси. Постарайся запомнить. Тебе нравится в цирке? Ну что, шутишь? Здесь делать нечего. Единственное мое развлечение – это колотить моего тупого братца. Не нахожу в этом ничего хорошего. Замолчи. Меня не интересует твое мнение, креветка. Для клоуна ты не слишком приветлив. А я думала, что клоуны должны быть радостными и довольными. Неужели? Особенно, когда они вынуждены торчать в захудалом цирке, да еще на острове, и ждать, пока их сожрет эта гигантская уродина. Уродина? Что значит ждать, пока сожрет? Какая уродина? Да, этот проклятый кальмар. Я с самого начала знала, что зря Антонио купил его. Эта сволочь сожрала мою собачку в первый же день. Бедный мой мистер Пуперс. Мне так жаль. Тебе жаль? Это, конечно, замечательно. Но не вернет мою собачку назад. Ну все, иди отсюда, пока я не запустила в тебя тортом. Ей совсем не улыбается присутствие здесь этой маленькой девочки. И она ей тоже в этой связи не улыбается. Пока что завершаем с ней беседу. Бедненький, грустный, маленький клоун. Меня зовут Сара, а тебя? Сайма. Или нравится сырки? Нет. Меня моя сестренка уже достала. А почему она мучает тебя? Не знаю. Она вообще-то всегда была довольно жестокой. Но с тех пор, как погиб ее песик, ты не представляешь. Она просто озверела. Ей совершенно наплевать, каково человеку, когда она швыряется тортом. Больно? Между прочим, я был уверен, что мистер Бальдини прогонит ее после этих гастролей. Но случился потом. Мы застряли здесь. Так что теперь все. Вот мы узнаем, что, оказывается, был какой-то потоп. То есть это не изначально цирк строился на острове, а так случилось после потопа. Все затопило. Цирк оказался на острове. Ну и мы также понимаем, уже знаем, что вокруг в этих водах плавает какой-то страшный кальмар. Третий инфернальный клоун на трибуне. Тебе нравятся цирки? Да уж всю жизнь мечтал. Все, что у меня есть, так это проклятая рыба. Почему ты не используешь что-нибудь еще? А что здесь еще может быть? Раньше мне что-то подкидывала публика. Но теперь ты нету, нету публики. Этот цирк прогорел. И девушка у бочки, у которой, видимо, это не одежда, а боди-арт. Бочка, в которой горит огонь. Бочка, в которой горит огонь. Удивитесь своих друзей. Какой красивый костюм. Ух ты, ты действительно выдыхаешь огонь. Согласна ли ты, Дженнифер, взять в законные мужья Макса? Согласна, я выдыхаю огонь. Как тебя зовут, малышка? Меня зовут Сара, а тебя? Мое настоящее имя Дженнифер Лэнг. Но для тебя я Инферно. Это мой сценический псевдоним. Какой красивый костюм. О, спасибо. Какая ты милая девочка. Я всегда хотела иметь такую дочку, как ты. А почему же у вас ее нет? У нас с мужем не было возможности вести семейную жизнь. Это как? Что случилось сразу после свадьбы? А что случилось? Он вместе с другими артистами попытался добраться до того острова. Но на них напал гигантский кальмар. Я не поплыла с ними из-за морской болезни. Муж сказал, что посмотрит, как там, и вернется за мной. Но он не вернулся. Мне очень жаль. Ничего, дорогая. Если бы ты знала, как мне хочется передать кому-нибудь секрет моего мастерства по выдыханию огня. Ой, передай его мне. Я хочу очень. Ну, не знаю даже. Ты слишком маленькая еще. Пожалуйста. Ну, хорошо. Но нам понадобится горючее. У меня почти ничего не осталось. Попытаемся решить эту проблему. Так. Тут пока все. Кто умеет стрелять? Все сюда! Испытайте себя! За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Он такой большой и круглый. Меня зовут Сара, а тебя? Похоже. Похоже на мое имя. Похоже. Мне глубоко наплевать, что тебя зовут Сара. Хе-хе-хе-хе-хей! Тебе нравится в цирке? Да это же просто рай. Вот закончу треп с твоей тупой башкой и пойду к бассейну пропустить парочку мартини. Ты так ругаешься? И что? Что будешь делать? Стукнешь моей мамочке? Ой, как страшно! Ты глупо выглядишь с этим шариком на голове. Неужели? Какое счастье, что ты пришла и сообщила мне это. Что бы я делал тут без такой наблюдательной особы? Ты грубый, замолчи. Давай, гуляй отсюда! Еще одна сторона Сюра. Находиться в таком цирке было бы страшно даже взрослому. Но здесь маленькая девочка чувствует себя совершенно спокойно, общается и даже позволяет себе задирать вот таких вот жутких созданий, как этот клоун. С ним мы больше ни о чем новом поговорить не сможем. Один из самых немногословных персонажей здесь. Ему претило наше общество, и он выслал нас подальше. Ну а теперь пройдем по этому шаткому мостику. И давайте проследуем в вагончик с надписью Тату. Маленькая классная палатка. Да, особенно классный череп сверху возвышается. Как будто сигнализирует о том, что что-то темное там совершается. Вагончик на шлакоблоках. Стоит на краю обрыва. Тоже так рискованно, чтобы вдруг, если что, скатиться и уплыть куда-то, да? На дно, например. Да, но похоже он такие татуировки делает только на заднице. Так что сможет ли он сделать на руке? Попробуем узнать. Вот такой плакат, кстати, мы видели. Цирковой уже. Ой, как... Здесь написано спирт для протирания. Фу, пахнет, как изо рта клоуна. Ну а того, что эти клоуны все жуткие, они еще и пьяные. Здесь написано спирт для протирания. Фу, пахнет, как изо рта клоуна. Маленькой девочке, как я уже говорил, должно быть страшно общаться с пьяными. Инфернальными клоунами, но она вот держится. Держится. У этого человека разрисовано все тело. Меня зовут Сара, а вас... Тю-тю-тю-тю-тю-тю, моя золотка. Мало того, что я застрял на этом проклятом острове, так теперь еще придется нянчиться с этим детенышем. Ты злой. Да? Ну и что? Раз ты притащил, и сюда придется играть по моим правилам, детка. Ну давай, начнем. Нет, вытаскиваться я еще пока не буду. Татуировка. Ух ты! Сделай мне татуировку. Что? Сейчас. Приходи лет через десять, малышка. Татуировки только для взрослых клиентов. Кто станет открывать тату-салон на острове с очень ограниченным контингентом? Здесь есть. Ну и где же твои клиенты, мистер? Я смотрю, у тебя с головой не все в порядке, да? Откуда здесь будут клиенты? Мы торчим на этом чертовом острове. Первый, кто ступил на эту проклятую землю со времен потопа, оказалась, к сожалению, ты. А ты слишком маленькая, чтобы тратить на тебя краску. Сильный был потоп, да? Нет, совсем маленький такой потопчик. Прекрати задавать мне глупые вопросы. Еще один удар по мозгам. Ну и где же твои клиенты? Я смотрю, у тебя с головой не все в порядке, да? Откуда здесь будут клиенты? Именно поэтому я организовываю здесь тату-салон. Клиентов же нет. Ты это пьешь? Что? Конечно нет. Я использую этот состав для дезинфекции кожи клиента перед нанесением татуировки. Можно мне бутылочку спирта? Инферно будет учить меня выдыхать огонь. Но ты и штучка. А не слишком ли ты мала для этого? Нет. Мне уже почти восемь с половиной. А, черт, почему бы и нет? Я уже этим не пользуюсь. У меня этого добра хватает. Вальди отсюда, кровь. Он отдает нам бутылку спирта, обрекая нас на очень рискованное занятие. Вообще, те, кто занимаются подобными фаер-шоу с использованием бензина во рту, очень сильно повреждают себе вкусовые рецепторы. Некоторые даже вообще перестают чувствовать вкусы. Для ребенка, наверное, это совсем будет губительно. Здесь написано «спирт для протирания». Фу, пахнет, как изо рта клоуна. Описание такое же. Здесь написано «спирт». Пойдем дальше. Дальше проследуем к этим орущим глашатаем. И послушаем, как они будут к нам относиться, когда у нас нет билетика. Что-то, друзья, у меня просто сама игра свернулась. Вроде все гуд. Продолжаем. Страшно. А здесь как будто сошедший с ума дом. Окна в виде глаза. Глаз дома весьма экстравагантное решение. Причем в них какой-то сумасшедший гипноз. Страшно. 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 Не проходите мимо. Ринтос. Какие друзья? Попробуем поиграть. Я бы хотела попробовать. Один билет. Будьте любезны. Ой, боюсь, у меня не хватает билетов. Проиграла, Маляр. Это тебе неблаготворительный базар. Так, еще раз. Я бы хотела попробовать. Один билет. Ой, боюсь. Проиграла, Маляр. Это тебе неблаготворительный базар. Отличается полностью озвучка от текста. В текст написано ай-яй-яй, приходи, когда будут. Следующее. Я что, должна стрелять в настоящих поросят? Ох, с нею можно поиграть. Пик-шот. И еще одна попытка. Один билетик запрошает. Ой, боюсь, у меня не хватает билетов. Иди отсюда, Нищенко. Прекрасное отношение. Детям и клиентам. За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Ох, с нею можно поиграть. Стрелять по живым свиньям. Все сюда. Испытайте себя. За один билет вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Чтобы забрызгивать вокруг все их кровью. Третья игра, в ней нужно сбить кегли. Я их собью. Один билетик за попытку. Ой, боюсь, у меня не хватает билетов. Хе, иди отсюда, неудачница. Спасибо. И я вас люблю. Я никогда раньше не слышала такой игре. Не покажите, мимо, испытайте меня. Я никогда раньше не слышала такой игре. Испытайте себя. Дурно, у него рука какая строга. Вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Меня зовут Сара. А вас? Чтоб я сдох. Антонио пока еще в своем уме. У нас действительно посетители. Меня зовут Харли Храй. Но ты можешь называть меня Безмагирой. Я отвечаю за игру «Отожми кальмара». Игра в кальмара еще до того, как это стало сериалом. «Отожми кальмара?» А как в нее играть? Очень просто, малышка. Это тест на силу. Ты отдаешь мне билеты на игру, а я вручаю тебе ягодь. Ты тянешь его вверх, а затем силой бросаешь его на голову кальмара. Это вызовет выделение красящего вещества и щупальца. Чем выше, тем больше билетов ты выиграешь. А зачем мне еще билеты? Чтобы покататься на карусели, конечно. Так. Вот такая школа для девочки. Чем больше выделений, тем лучше. Но мы пока поиграть не можем, поэтому будем добывать выделения позже. Но пока что поговорим об остальном. Что ты читаешь? Это комиксы? Что? Это классическое произведение юной Мельди, а не бульварное чтиво. Это эпическая сага о человеке, одержимом идеей убить белого кита. Ой, бедный кит. Нет, ты ничего не поняла. Кит – это олицетворение всего земного зла. А человек стремится... Неважно, забудь. Еще немного ада вам в ленту, так как говорится. Но я помню, ведь Final Fantasy X тоже кит был олицетворением греха. Но это совсем другая история. Final Fantasy X на канале начата. Ее можете начать тоже смотреть, но лучше попозже. Я ее со временем закончу. И это будет тоже отличное прохождение для вас. Сыграем? Можно мне поиграть? Конечно. Если у тебя есть три билета. Ой, боюсь, у меня не хватает билетов. Приходи, когда будут. До свидания. Проследуем дальше. Кто умеет стрелять? Все сюда! Испытайте себя! За один билет выстрелите. Вода. А такая грязная. Дна не видно. Ведь тюмагончики не выглядят слишком удобными для жилья. Ведь тюмагончики не выглядят слишком удобными для жилья. Для жилья. В них кто-то должен жить. Так, переходим на следующий остров. Видим здесь мальчика и двоих убочки. Вот этот дубочки напоминает мне, что надо начальник. Из ядерного тирбита. Есть такой квест ядерный тирбита. Там, помните, у гречки. Вообще, есть хочу, что ли? У бочки был парень в похожем балахоне. На канале этот квест уже имеется. Эти дома такие жалкие, словно вот-вот-вот рухнут. Эти дома такие жалкие, словно вот-вот-вот рухнут. Эти дома такие... Водка. Здесь. Бутылка с водкой. Он такой печальный. Они как будто совершают какой-то ритуал. Изгоняя отсюда нечувствую силу. Меня зовут Сара. А тебя? Меня зовут Коллина Лири. А мою жену Марта. О Лире напоминает сразу еще об одном квесте. Блэксет. Under the Skin. И он тоже уже есть на канале. Вот его уже можно смотреть смело. Город. Что случилось с вашим городом? Потоп. Прорвала старую даму рядом со смотровой площадкой. Годами за ней никто не следил, как следует. Как это случилось? Ее, можно сказать, забросили. Не обращали внимания. Мы знали, что требуется ремонт. Но наивно полагали, что она еще постоит какое-то время. Кроме того, в городском бюджете было ограниченное количество средств. И были, как нам казалось, более насущные проблемы. Думаю, мы ошибались. Если Блэксет можно смотреть смело, как я сказал, то с санитариумом так не получится. Санитариум даже самых храбрых может упугать горожане. Что случилось с остальными жителями? Большинство погибло при потопе. Немногие выжившие, включая мою семью, поднялись сюда в поисках пристанища. А где же они? Я не встретила никого, кроме вашей семьи. Только мы и остались. Этот кальмар уничтожает нас с одного за другим. Как ему это удается? Вы же намного выше уровня воды. С тех пор, как он обитает у наших берегов, он стал в три раза больше. Иногда по ночам я вижу, как он своими длинными щупальцами шарит по берегу в поисках нас. Неужели ничего нельзя поделать? Боюсь, что нет. Мы здесь все обречены. Прекрасный настрой. Спасибо, что передал его нам. Берем банку со смаслом. Ух ты! Банка с маслом. Она должна быть суровая. Теперь поговорим с женщиной. Меня зовут Сара. А тебя? Откуда ты взялся, маленький чертенок? Я не могла тебя видеть раньше. Я просто прибыла сюда, но точно не помню, каким образом. Да, хорошая легенда, ничего не скажешь. Ну и ну. Грешники плодят себе подобных, да спасут их небеса. Ты такое же зло, как и остальные богом забытые уроды. У нее лицо такое, как будто она мучима демонами. Я не очень хорошо поняла все, что вы сказали. Прекрати притворяться, маленькое чудовище. Ты все поняла? Ты меня не обведешь вокруг пальца. Это вы не спасла ли проклятие на наш город? Безбожники. Ваш муж очень симпатичный человек. Муж? Ты имеешь в виду этого придурка? Никакой он мне не муж. Тогда почему ты стоишь рядом с ним? Не прикидывайся ты, ядовитая змея. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что если я повернусь к нему спиной, он сожрет мои мозги, как грейпфрут. Во как. Ну тогда да, конечно, не поворачивайся. Если бы как мандарин или как лимон, тогда еще ладно, но как грейпфрут. Приятно было пообщаться со здравомыслящей женщиной. До связи. Я вернусь. О, ребенок! Меня зовут Сара, а тебя? О, еще ты, мой ребенок. Замечательно. Ты, девчонка. Меня зовут Шон. Кроме нас здесь больше нет детей? Нету. А с как? Мне скучно здесь, одному. Не с кем поиграть. Еще ты решил мне мозг поковырять, да? Он прекрасно знает, что здесь нет детей. Он здесь один. Но говорит, еще один ребенок. И после говорит, что здесь нет детей. Разве что он подразумевает себя в качестве первого ребенка. Но, но так, немножечко, да. Пощекотал одиноко. Если тебе так одиноко, почему же ты не идешь в цирк? Там есть чем заняться. Мама не пускает. Она говорит, что в цирке полно страшных взрослых. И что они напустили на нас потоп. Потому что они грешники. Как глупо. Как они могли сотворить такое? Не знаю. Маме лучше знать. Ты всегда делаешь то, что маму велит? Обычно, да. Что значит обычно, да? Однажды ночью я потихоньку смылся и провалился в цирк. Хотя мама не разрешает мне. Ну и было довольно скучно. Все, кроме силача, спали. Он писал какие-то сопливые любовные стихи. Очень плохие стихи. Я запомнил одну строчку. О инферно моя любовь безмерна. Так смешно. Почему? Так, если о инферно, то моя любовь безмерна. Должно быть. Или о инферно моя любовь безмерна. Ну ладно, ладно. Родной дом. Теперь это часть острова твой дом? Если это можно назвать домом, так жалкие влачуге. А где все остальные семьи? Остались только я и мои предки. Раньше было больше народа, но они все стали исчезать. Инферно через Ежи, да? У меня вот было об этом, я не помню, или в Черном Зеркале 2, или в Черном Зеркале 3. Наверное, 2 все-таки. Там музей был через Ежи, да? Так что можете потом посмотреть. Исчезать. Что случилось? Никто точно не знает. Но мы думаем, что в этом виноваты чудовище. Чудовище? Да. Огромный кальмар. Папа говорит, что он скоро нас всех сожрет. Я не хочу, чтобы меня съели. У меня у одного начинается какой-то панический мандраж от осознания, на каком острове мы находимся. Мало того, что здесь творится сюр, еще все вокруг покрыто водой. И там плавает кальмар, который достает, даже если мы не прыгаем в воду. Он растет постоянно, увеличивается. И угроза его неизбежного нападения с последующим пожиранием вас с каждым днем только возрастает. Наверное, засыпать в такой атмосфере всегда можно со спокойным сердцем. Лещий спокойно уснул. Шон Марта Я видела вашего сына. Он хороший мальчик. Шон? Да, он хороший мальчик. Но мне бы хотелось, чтобы его мать не нянчила с ним так много. По-моему, я не очень нравлюсь вашей жене, мистер Алерии. Да ей никто не нравится, даже я. Она очень изменилась после потопа. Мне даже поговорить с ней как прежде не удается. Она убеждена, что я порождение дьявола. Какая у вас жена замечательная. Чистые силы изыгия, изыгия. Пойду к бассейну пропустить барочку Мартини. Я видела вашего сына, он... Держись подальше от моего ребенка, иначе я раздавлю тебя, как вареную картошку. Мне наплевать, если ты обречешь меня на вечные муки в аду. Но будься проклята, если хоть один волос упадет с головы моего мальчика. Я уже ухожу. Если бы она сказала, что раздавит меня, как трактор помидоры, то это вообще бы не напугало. Но как вареную картошку лучше оставить ее. Да, давайте послушаем фразы при попытке поговорить на расстоянии. Не думаю, что мне можно пойти туда. Я не могу идти туда. Не думаю, что мне можно пойти... Ни за что. То же самое, что и когда мы пытаемся открыть двери. Теперь поприменяем предмет не туда, куда нужно. Я не смогу сделать это. Я не смогу сделать это. Это будет очень плохо. Это будет больно. Я не смогу сделать это. Должна ли я это сделать? Может быть, я попробую это позже. Это будет больно. Может быть, я попробую это позже. так дальше пойдем дальше нашли масло пляж фриков вообще-то давайте пол посмотрим поближе какой длинный клоун здесь этот клоун пугает меня хотя по тебе так и не скажешь меня зовут сара а вас как меня зовут я предсказываю будущее в моих карта к закрытой тайной вселенной вот эти сросшиеся сиамские близнецы пугают меня намного больше но так у зиппи есть три предсказания и мы будем сейчас все три у него доставать ты можешь предсказать не мою судьбу конечно могу надо звериться с картами о да а как интересно ну что там что они говорят королевская карта тебя ожидает огромное богатство и неограниченная власть над всем впрочем нет это всего лишь бубновая дама то что предсказание у него разнятся и то что они еще при этом и противоречивы намекают на то что это шарлатан ты можешь предсказать мне мою судьбу конечно могу королевская карта то же самое первые диалоги можно проматывать а что знак скоробей этот египетский символ означает нашествие жутких насекомых которые уничтожат планету какой нет это правда не страшно ну в общем я точно не помню это карта или восьмерка 3 снова противоречием ты можешь предсказать мне мою судьбу конечно что там что они говорят кровоточащие сердце тебя ждет кровавый ритуал расчлененки дикари обогрят тебя кровью но это ужасно ты уверен что не ошибся действительно это всего-навсего король червей похоже я прихватил не ту колоду карт сегодня утром после такого предсказания хочется просто уйти от него вот это да они как одно целое меня зовут Сара а тебя меня зовут Мэтт а моя сестренка Эши вы соединены в одно целое потому что мы сиамские близнецы Сара заметьте с каким восхищением она это сказала то есть наоборот когда можно посочувствовать такому уродству она преподнесла это как вау но это самые странные сиамские близнецы если они будут идти кому-то придется всегда идти задом наперед в общем пока поговорить с ними нельзя но мы еще к ним вернемся эти вагончики не выглядят слишком удобными для жилья он похож на неправильно сложенного болванчика люди живут в вагончиках с сеном за решеткой как какие-то дикие звери это просто кошмар я не могу идти туда меня зовут Сара а тебя Стюарт Липкин мое дорогое дитя к вашим слугам широкий ассортмент диковинных существ я счастливый обладатель страстных человек которые приходят к тебе в ночных кошмар я коллекционер уродов и добро пожаловать к моим монстрикам откуда взялись эти уродцы какая разница дитя мое они здесь чтобы развлечь тебя и заметь надежно спрятаны за железными решетами так что разглядывай в своем удовольствии он и сам выглядит как урод одного глаза у него нет а в другом отражается все безумие а на месте того глаза где нет тело покрывается какой-то фигней и чтобы понять это посмотрите прохождение оверблуд на канале а сколько нужно билетов чтобы войти каких-то жалких пять билетиков полдесятка на один меньше чем пол дюйма весьма скромная оплата за возможность лицезреть то что не каждому по счастливе это ж жалкие ничтожных таких тщедушненьких сволочных билетиков вот эти пять таких замухрышных где-то нужно достать или откуда-то не суть важно попытаемся это сделать а сейчас еще узнаем про кальмара я слышала что один из твоих монстров вырвался на свободу во время потопа и теперь пожирает всех оказавшихся в воде у меня не подвластны силой матери природы девочка моя когда на нас обрушилась стихия и не воспользовался случаем и освободил себя от окол он вернулся туда откуда он родом имели я право судить столь неразумное существу да а сколько нужно билетов чтоб найти каких-то жалких так а если еще раз да билеты обновляются когда я проходил впервые я был уверен он будет говорить параллель со мной потому что он издеватель что это колесо можно достать оно вот так тут изображено кстати наверное не должно быть видно на полях да я уверен был что его можно будет достать оно прям просится но не надо пропустить грязные сверху о нем даже нет комментарий возможности это колесо от телеги стату потому что там как раз одного колеса не хватает выглядит но так же я думал что нужно будет принести туда его к телеге увы нет может это и задумывалось при разработке и потом просто как-то отказались от этой идеи но это вероятно смотрится забавно но звери пугают меня что же я должна сделать что же я должна сделать Что же я должна сделать? Должна сказать все фразы. Не получается. Я должна попробовать что-нибудь еще. Злая карусель. Вот рычаг для ее запуска. Это штуковина для карусели. Но она же зажавела. Выграйте мускулами. Удивите своих друзей. Ах! Кто замьет текенки? Не работает. Должен быть выход. Выход есть. У нас есть банка со смаслом. Смазываем. Как приятно покататься девочке на карусели. Ну как неприятно, когда начинаются вращаться с такой скоростью, что ты можешь оттуда вылететь просто и разбиться о скалы. В общем, это было адски быстро. Смотрится забавно, но звери пугают меня. Карусель останавливается так, что мы можем пройти дальше. Увидел его и не захотелось идти дальше. Ладно, все же взбираемся по этому деревянному подмостку. И подходим к дому ужасов. Подожди, поближе мелюзга. Спенки определит, можно ли тебе пройти или нет. Брось ее обратно в воду, Спенки. Она ростом не вышла. Обратно в воду. Как вам следующий добрый дяденька? Если ребенок не достиг достаточного роста для участия в этом аттракционе, скажем так, то надо просто выбросить его в воду. Через их такую напускную приветливость прослеживается то, что они как будто все ненавидят нас здесь. Меня зовут Сара. А тебя? Оливер Твитт, ты должен сказать, что я никогда не видел такой маленькой Сары. Ты совсем крошка, ребенок, крошка. Маленькая Сара. Маленькой Сары. Ты еще, наверное, никогда не видел город Чебоксары. Клоун. Кто этот клоун на крыше? Это клоун Спенки. Он сидит на крыше вперед смотрящим. Зачем? Он высматривает маленького негодяя, который стащил его нос с афиши. Какой-то мелкий детеныш типа тебя украл его во время наших последних гастролей. Сколько нужно билетов, чтобы войти? Это не для тебя, скородышка. Малая еще, ростом не вышла. Приходи годика через три. Ха-ха-ха-ха-ха. Пока не пускает. Пройти через этот ошизевший дом и не выйти оттуда с шизой, получится ли? Страшно. Да. Один билет за попытку. Водка. В том числе для того, чтобы послушать, как они будут нас отсылать, если мы приходим к ним без билетиков, я не разговаривал дальше вначале с ним. Скоро мы к нему уже вернемся. А сейчас еще пока пройдем в главный шатер. Ух ты! Ширип! Здесь разрыв на крыше, кстати, довольно большой, и, видимо, дождь попадает туда, но никого это не заботит. Я знаю, что именно ты посвящаешь любовные стихи Инферно. Почему же ты не признаешься ей? Пусть она знает, что ты ее любишь. А? Что? Я? Э-э-э, нет, вот черт, как ты догадался. Понимаешь, я боюсь признаться ей в своих чувствах. Ты боишься? Такой здоровый парень. Представь себе, я могу повязать себе на шею стальной пруд, но боюсь сказать ей о своих чувствах. А почему? Она не воспринимает меня всерьез. Считает меня просто большим кретином. Ума не предложу. Как ей доказать, что я люблю ее? А ты попробуй вытатуировать ее имя на руке. Ух ты! А это совсем неплохая идея. Ну уж, если она и после этого не поверит в серьезность моих намерений, но тогда не знаю. И он растворяется. А мы подойдем к Инферно. Я знаю, кто шлет тебе любовные послания. Что? А откуда ты знаешь, что я их получаю? Я не сказала об этом ни единой душе. Не могу раскрыть тебе свой источник. Но мне известно, что это села Джина посылает их тебе. О, нет, только не этот большой олух. А что если он сделает себе татуировку с твоим именем? Даже не знаю. Если он сделает это, может что-нибудь и получится. Скажу тебе по секрету. Мне очень одиноко с тех пор, как исчез мой муж. У меня есть бутылка спирта. Подойдет? Конечно. Так, посмотрим, как тебя подготовить. Прежде всего, возьми мой факел. Молодец. Зажги его. Так, готово? Смотри, как это делаю я и повтори. Только очень осторожно. Да. Ух ты. Теперь мы можем устраивать такие шоу. Инферно говорит, что я могу использовать этот факел для выдувания огня. Я не смогу сделать это. Не думаю, что я смогу. Татуировка. Инферно, знаешь, что Джина сделал себе татуировку с твоим именем? Правда? Может быть, я недооценивала его? Он, вероятно, написал мне правду в своих милых, незатейливых стишках. Кто умеет стрелять? Выграй! Испытайте себя! Давайте прогуляемся. Стату-салон. Эти продолжают там вовсю рвать горло. На острове с цирком, где нет ни одного посетителя. Не проходите мимо и испытайте выгодка. Его родители, но забросится что-то... Вот это да! У тебя классная татуировка. Вот клёво. Что это? Это большое сердце. А внутри имя Инферно. Надеюсь, она заметит. Да, ты её сильно любишь. Это точно. Люблю. Она была слишком хороша для этого худоскочного шпагоглотателя. Ей нужен тот, кто сможет защитить её от Иги. А зачем ей твоя защита? Ведь Инги в воде? Нет, риск очень большой. Он растёт слишком быстро. Если так делать дальше пойдёт, то нам не поздоровится. Вот это... Это большой. Да. Это точно. Можно свистнуть со стола иглу. Ужас. Это игла совсем не стерильна. Не видишь, что я занят. Почему он делает татуировки не стерильными иглами? Ужас. Эта игла совсем не стерильна. Для того, чтобы он потом вместе со своей любовью подарил Инферно что-нибудь ещё. Например, синдром приобретённого иммунодефицита. Я думаю, её не обрадует такой подарок. Маленькая классная палатка. Так. Вот теперь... Ужас. Это здесь написано. Ужас. Это здесь написано. Ужас. Это здесь написано. Ужас. Вот теперь мы поговорим с тобой. Да? Неужели ты никогда не слышала о всемирно известном бродячем цирке братьев Бальдини? Скажи, что это не так. Впрочем, всего несколько долларов откроют тебе двери в мир магии, чудес и гротеска. Но у меня нет денег. Вот что я тебе скажу, моя дорогая. Времена сейчас тяжелые и публики в это время года не очень много. Так что я дам тебе бесплатный пропуск на игру. Отожми кальмара. Если тебе повезет, выиграешь пару билетов. О, спасибо вам, мистер Бальдини. Не стоит благодарить меня, дорогая. А сейчас, простите меня, юные леди, мне пора вернуться к руководству цирком. И? Эй вы, лентяи! У нас посетитель! Шоу должно продолжаться! И спустя уже половину части, как минимум, наконец-то мы сюда привносим музыкальное сопровождение. Да, оно появляется только после того, как он пошел организовывать весь цирк ради одной девочки, у которой даже нет денег. Такой вот клоун. Вода. А такая грязная. Дна не видно. Мы получили от него... Бесплатный пропуск на шоу. Отожми кальмара. И с этого... Начнется наш путь по добыче билетов. Ужас! Когда у нас их не будет. Мы послушаем также интересные реплики. Добрых дяденек, когда билетов у нас нет. Достаточного количества. Ну, там, помните, нужно было каких-то вонючих там жалких пять билетиков. Ну, придем к нему с тремя. И послушаем. Можно мне поиграть? Конечно. Если у тебя есть три билет. У меня есть пропуск от мистера Байдени на игру, а даже не кальмара. Этого должно. Вперед! Ух ты! Есть выделение, есть билеты. Три. У меня есть билет на игру. Три. Можно продолжать играть, но мы сейчас спустимся. Поговорим. И слышим реплику, когда у нас не хватает билетов. Не думаю, что мне можно... Своё мастерство! Возможно, я недостаточно ясно выразился, когда предвеждал тебя об оплате за вход. Повторяю. Пять. Ни шесть, ни четыре. И уж ни в коем случае не три. Требуется пять жалких билетиков, чтобы получить доступ к разглядыванию отброса общества. А три величественных. Это же лучше, чем пять жалких. В общем, вот такая реплика здесь есть. Так. Далее. Их собьют. Один билетник за попытку. У меня есть билеты. Постарайтесь, юная особа, только осторожно. Кто умеет стрелять, все сюда. Испытайте себя. За один билет вы сможете проделать твое мастерство. Очень классно. Я вот сейчас не сохранился. И мне реально повезло, потому что проигрыши случаются гораздо реже, чем успешные попытки. И чтобы услышать вот эту реплику, нам нужно было здесь проиграть с первого раза. Потому что, если мы выигрываем с первого раза, дальше у этого лошадая играть нельзя. Вот. Ну вот, друзья, да. Увидели, что если промахнуться, еще раз. Я их собью. Один билетик за попытку. У меня есть билеты. Постарайтесь, юная особа, только осторожно. Кто умеет стрелять, все сюда. Испытайте себя. Я их собью. Один билет, вы сможете продемонстрировать. Один билет, вы сможете продемонстрировать. У меня есть билеты. Постарайтесь. Так, ну сейчас надо сбить. Кто умеет стрелять, все сюда. Испытайте себя. Удивительно. Никогда у меня не было три фейла подряд. Я их собью. Один. Ой, боюсь. Иди. Так. Билеты заканчиваются. И что делать в таком случае? Я тоже хотел израсходовать все билеты, заодно сразу покажу вам. Испытайте себя. Билеты можно найти в нескольких местах на острове. Они просто появляются на земле. Вот появился билетик. Похоже на билеты на игру. Один. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Кегли. Можно мне еще сыграть? У тебя что с памятью плохо? Ты забыла, что сломала мой аттракцион. Уходи. Но кегли ведь для того и нужны, чтобы их разбивать. Кегли. Теперь у нас есть. Кегли. И нет возможности больше здесь поиграть. Кто умеет билять, все сюда. Испытайте себя. Продолжим на этих. Послушаем, что тут скажут при победах. И еще одна попытка. И поражение. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. Смотри, не промахнись. Иначе головы не сносить тебе. Ах. Промахнулась. Ха-ха-ха-ха-ха. Тебе поражение проверить. И еще одна попытка. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. Смотри, не промахнись. Не проходите мимо и считайте свою ловкость. Всего один билет. Но забросить кольцо. И еще одна попытка. Чего она так фейлит? У меня такого никогда не было. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. Повнимательнее прицеливайся. Обычно там на пять побед одно поражение было. Ух ты. О, браво. Орлиный глаз. Да нет, я соколиный клюв. Можно еще. Еще одна попытка. Один билетик, барышня. У меня есть билеты. Повнимательнее прицеливайся. По факту нам понадобится сам. Ух ты. Минимум двадцать билетов. Не проходите мимо и испытайте свою ловкость. Всего один билет. Кто умеет шевелять? Все сюда. Испытайте себя. Я бы хотела попробовать. Один билет. Один билет. Думай в твоем мастерство. У меня есть билеты. Хорошо, юная леди. Попытка не пытка. А пытка не попытка. Ух ты. Ух ты. А у нас победитель. Я бы хотела попробовать. Один билет. У меня есть билет. Извини, дорогая, не все, как ума твоя. Вот такая фраза при проигрыше. Так, теперь идем в главный шатер. И сделаем все по науке. Испытайте себя. За один билет вы сможете продемонстрировать заебащую ловкость. За один билет вы сможете подментирировать с мостом. Возвищай. Оу. Билет. Билет. Испытайте себя. За один билет вы сможете продемонстрировать. Ну и наконец. Спасибо тебе, Кравч. Вот тебе подарок. Оу. Билет. Мы обменяли кеглю на Так, и здесь я сейчас сохранюсь Потому что здесь есть два варианта И мы должны послушать два А вы, конечно же, сделаете то, что написано В имени этого сейва Сожраненная игра появилась Продолжать игрушку Не думаю, что мне можно пойти туда Ни за что Привет, мистер Байдини Привет, Сара Тебе нравится наш цирк? Он стоит в какой-то Пиктограмме, будто ее ведьма Беату Ричи нарисовала И вот они, два ответа Выбрать может только один По факту они ни на что не влияют Давайте выберем, пока нет Ну, не знаю Ты наверняка видел еще не все наши удивительные номера Не спеши Повнимательнее посмотри все еще раз Теперь Посмотрим вариант Да Не проходите мимо Испытайте свою ловкость Всего один билет Кто забросит Привет, мистер Привет В общем, да Но как-то страшновато Так в этом же вся прелесть, моя дорогая Нет, ничего смешнее, когда страшно А как это красиво Присмотрись повнимательнее, моя дорогая И ты увидишь удивительные вещи Все И тут остается Собственно В диалоговом окне Тот вариант, который мы выбрали Направимся на пляж фриков Там нас ждет тихий Ужас Нет Ведь эти вагончики не выглядят слишком удобными Девочки и мальчики Девочки и мальчики Создадут как пять жалких билетиков востоке Прицезреть самую удивительную Единственный жил в роде коллекцию мозг Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, десять, раз, два, три, четыре, пять, до пятнадцатых ступеней Пустите зрелища свиретного человека Собачь Смотрите Благодарю Иди малышка, куст камера ждет тебя Появился билетик Самые внимательные могли заметить Здесь Мы входим На пляж Если мы сейчас выйдем Он за нами Ниточку опять завяжет И нужно будет еще пять билетов Ищет пляж Странное название для пляжа Спешите видеть Брадзула Человека кауча Кто-то вывался из этой клетки Или это было что-то Собач Вас перехватит Дыхание При виде сианских близнецов Игги Жил в этой клетке Кто-то вырвался из этой клетки Видимо жил и тужил Поэтому вырвался Но Какой он весь скрюченный Весь сюр Тут просто Меня зовут Сара А тебя? Что захотите как пять Жарких билетиков Воспрости Тридцать Самую удивительную Ой А ты можешь нашить Маленькую лампочку Спешите видеть Брадзула Человека кауча Не получите Древище А что это такое? Мистобач Это значит Что я могу Пихоньку И скручивать Своё тело В личные фигуры Так вот Весь сюр Тут не только в том Что людей держат В клетках Как животных Это ещё и Как я сказал Люди с ограниченными Физическими возможностями Увечьями И их используют Для развлечения Для Фана Здоровых людей Это Сумасшедший цирк Уродина Ты давно участвуешь В шоу уродов? Уже много лет Я повидал Разных уродов Но Хуже этого Кальмара Ещё никого Не было Уродина Когда я в Донецке Ещё В школе Ходил там На сборы Военкомат Или Чуть позже Уже Я не помню Там был такой Майор Родин И мне Стало ещё Тогда интересно Что Уродина Жена Уродина Этот вопрос До сих пор Беспокоит На самом деле Потому что Ответа Пока не получил А как сломалась Эта клетка? Во время потопа Вагончик Икки Перевернулся А резервуар С водой Трепнул В потоке воды Ему удалось Освободиться От своих цепей А без них Ему ничего Не стоило Разогнуть решётки И уплыть Уплыть? А куда он поплыл? Он Плавает Вокруг острова Охотясь на всех И всё Что оказывается В воде И для кого не тайно Что Игги Ненавидел Это шоу И весь цирк Он хочет Отомстить Игги Боится Огня Но Пока он В воде С ним Ничего не поделит Мы Все Обречены Интересно Вода Сойдёт Или нет Я тут затопила Всё навсегда Белетико Возьмите Лицезреть Самую Удивительную Единственную Могу Определить Человек Или Большая Собака Слышите Видеть Прэдзула Человека Кал Меня зовут Сэра Упустите Дребище Сверхного Человека Человек Вас Перехватит Дыхание Привидит Сианс Близнец Как ты можешь Так говорить Я просто хочу Познакомиться С тобой Если хочешь Познакомиться То выпусти Меня из Этой Проклятой Клет Странно Что никто С большой Земли Так сказать Не пытается Вообще Как-то Помочь Тем Кто застрял Здесь Но то Что мы Видели В бинокль Да Там было Поселение Но там Не было Ни души Может Оно Безлюдно Клетка Если я тебя Выпущу Ты меня съешь Сам сказал Обещаю Не делать Если ты Меня Выпустишь В чему Я должна Тебе верить У тебя Такой Вид Что ты Готов Съесть Первое Что попадет На тебя В руки Нет Только Не тебя Я хочу Съесть Очень Здесь Кость Сладкий Аромат Мозговой Косточки Сводит Меня С ума Жрать Хочу Выпусти Меня Дам Тебе Косточку Ты учула В лапах Костей А где Жанни Я ни Одно Не видела На этом Острове Это Заком Глубоко Под землей Но я Чуд Даже не знаю Как мне Быть Прошу тебя Деточка Я сдохну В этой Поганой Клетке Выпусти Меня Почему Стюарт Не открывает Твою клетку У него Разве Нескуча Ключ Потеря Проклятый Стюард Посилил Него Надо Сломать Самому А кто Сломал Эту клетку На склизке Кальмар Кто Же Еще Ух Не Буду Вернемся К Нему Вегет Вагончики Нига Выглядят Слишком Удобными Для Жилья Закрывает За эти Еще Раз Еще Пять Билетиков А кто Сломал Эту клетку Этот Мерзкий Мальчишка Кальмар Нас Это Совсем Не Удивляет Он Очень Жесток Мы Уверены Все Дело В Его Воспитании Что Вы Хотите Им Сказать Стюарт Купил В Одном Странном Маленьком Городке У Священника Оказалось Что Он Плод Любовной Связи Священника И Жены Местного Ферма Они Скрывали Ее Беременность Почти Пять Месяцев Потом Преждевременная Родость И Вот Он Появился На Свет Обычный Ребенок Родился В Мертвом В Таких Обстоятельствах Но Этот Был Необычайно Сильно С Деформированными Конечностями И Без Скелет Его мать была в таком отчаянии Что лишила себя жизни А священник Держал ребенка В сыром темном подвале Месяцами Он питался крысами И жалкими подачками Пока в город Не приехал цирк Со своим Шоу Уродов Почему же он просто Не отдал ребенка Стюарту Он сказал Что ему Нужны деньги На ремонт церкви Ураган Сорвал что-то с крыш Но похоже Эта история Была им придумана Чтобы избавиться от Иги Где-то еще Видели таких Таких именно Сиамских близнецов Кроме как в Шизариуме Билетик я пока не беру Пойдем послушаем Что этот скажет Если у нас нет Даже трех Вонючих билетиков Для игры в кальмара Можно мне поиграть? Конечно Если у тебя есть Три билета Ой Боюсь У меня не хватает Билетов Приходи Когда будут Это билет на игру Так Теперь Еще одно место Вода А такая грязная Дна не видно Рано А где же нос? Кратный резиновый мячик Держанглирование Смотри У меня есть билет на игру Не за что Ну давай Козявка Сейчас мы тебя измерим Ну что ж Я смотрю Ты подросла Спасибо тебе Он снизил Свою Планку И мы теперь Подходим по росту Он выглядит Более счастливым Со своим носом Он выглядит По-моему Более жестоким Как Светус Сластена Из Твистед Метал 2 Твистед Метал 2 Ну и только 2 Будет на канале Не пропустите Не думаю Что мне можно Пойти туда Если мы пытаемся Пройти Не думаю Что мне Можно Пойти туда Не думаю Что мне Можно Пойти туда Билеты Сколько Нужно Билетов Чтобы Бойти 5 билетов Детка Непонятно Как тебе Это удалось Но ты Быстро Выросла Я такого В жизни Не видел Еще не Ты увидишь Мы пришли Сюда Специально С маленьким Количеством Билетов Тут даже Написано 5 Дай ему 2 Я же сказал 5 билетов Что с тобой Может ты глухая Или тупая Убирайся К черту И не приходи Без билетов Какой вежливый Господин Смотри У меня есть Билет на игру Я же сказал Сколько Нужно Билетов 5 Билет Не думаю Что мне Можно Пойти туда Ни за что Ни за что Не думаю Что мне Можно Пойти туда Ни за что Ни за что Страшно Не думаю Что мне Можно Теперь Идем Друзья Добывать Билеты Нам сейчас Нужно Двадцатку Хотя бы Нам еще Нужно Проиграть В кальмаре Там Послушать Что будет Ну там По-моему Просто Ох И все Я никогда Раньше Не слышала Такой Двадцатку Мне У меня Едь Ну да Просто Плух Ах Можно Мне Поиграть У меня Пока Мы Добываем Билеты Скажите Неоткровенно Вы уже Разместили Прохождение Санитариума На сто Процентов В каких-то Игровых Парках Можно Я на вас Рассчитываю Друзья Ну что Такое Десять А нам Нужно Да Как я Сказал Двадцать Можно Не Чем Больше У нас Билетов Тем Чаще Начинаются Фейлы Но По крайней Мере По ощущениям Это Не Проверено Чисто По Ощущению Испытайте Себя За один Билет Вы сможете Продемонстрировать Стоемость Можно мне Байка Ух ты Можно не Конечно Ух ты Кто умеет стрелять Все сюда Испытайте Себя За один Билет Вы сможете Продемонстрировать Своё Мастерство Кто умеет Стрелять Все сюда Испытайте Себя За один Билет Вы сможете Продемонстрировать Своё Мастерство Страшно Не за что Дегенерат Я уже иду Акселерат Против Дегенератор Леди Джетмены Дети Любого Возраста Все Все Сюда Гагодин Вы Не испытываете Ужаса И не побоитесь Посетить Наше Самое Страшное Жуткое Шоу Если Вам не страшно То Подумайте Как Редак Время 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 А в этом зеркале Как будто Сара Была Беременна Беременный Ребенок Это По-санитарски Что Что я здесь делаю Кто я Снимите Это Смена Выпустите Меня Отсюда Осколок Зеркала В одном Из зеркал Был Не принесет Мне несчастье Куда Уж Несчастье Страшно 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 Пахнет Изо Рта Меня Зовут Зовут Сара А тебя Чтоб я сдох Эльф Где же твой горшочек с золотом Мой маленький Эльф Никакой я не Эльф Я девочка Меня не проведешь Ты Эльф Меня зовут Сэрик Покажи мне твой горшочек с золотом Представьте Какое должно быть Изо рта Зловоние Что оно Через противогаз Пробивается И если воняет Изо рта Нужно Такой брать Рупор И всем Через него Как бы усиливая Эффект Выдыхать Вот как он Сейчас нам в лицо Тебе нравится В цирке? Ну разуме Да передо мной Такой Забавный Выбор С десна С голода Или Быть саживо съедены С каким же уродом Лучше не придумать А что у вас Недостаточно Хватит нам Месяц Легкого Этого Но когда Этот гигантский Кальмар Сожрет Всю рыбу В округе Нам конец Ты можешь Нам помочь Не так Маленькие А? Ты можешь Все Все Это конец В том смысле Что сожрут Живьем? Говорю тебе Это Кальмар Опытно Мы все Причины Как Бедному Клоуну Не записать Такой Перспектив Да Он еще И пьяный Запах С перегаром В общем Это все О чем С ним Можно поговорить Мы с вами Добираемся До самого Труднодоступного Шатра Что со ступеньками Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Девять Десять Раз Два Три Четыре Нет Здесь меньше Ступенек Чем там Я просто Хотел проверить Это Один и тот же Объект Может быть Может я там Неправильно посчитал Ладно Маленькая Классная Палатка Хотелось бы узнать Что означают Все эти Звездочки Лучше тебе не соприкасаться Никогда С такими Звездочками Потому что Демонология Может Навсегда Забрать Здравый Рассудок У тебя Девочка Хотелось бы Узнать Что означают Все эти Звездочки И здесь Колдунья Ух ты У нее есть Стеклянный шар Предсказательница Судя по всему Привет Меня зовут Сара Вот это да Вы знали? Конечно Знала Я весьма Преуспела В своем Ремеследи Дитя мое Меня зовут Леди Иванна Если мы поговорим О судьбе На этом Собственно Диалог с ней Завершится Поэтому Сначала Зиппи Я встретила Другого Предсказателя Его зовут Зиппи Он просто Болван И шарлатан Глупый Клоун С манией Величия Вы не могли бы Предсказать Мне мою Судьбу Обычно Я делаю Это за деньги Но в нынешних Обстоятельствах Не вижу В этом Смысла Подойди Поближе И покажи Мне руку Я вижу Что ты Очень далеко От дома И что ты Не такая Как кажешься Сейчас В твоих руках Решение Важной Проблемы Но потусторонние Силы Строят Против тебя Козни Как страх Твои руки Говорят о ком-то Кто раза в три Старше тебя Все Все Мне нужно Отдохнуть Но я дам Тебе Один совет По дороге Домой Остерегайся Темной Западни Ты сможешь Пройти Через нее Только Когда Найдешь Палку Флягу И какой-то Отражатель Мы нашли И палку И флягу И какой-то Отражатель Все есть И это Ужас Так Теперь Конечно Можно Двинуться Дальше Да Когда По такому Мостику Идешь В тапочках Очень большой Риск Что тапок Провалится Туда А там А там Кальмар То есть Достать тапок Хотя Если это Хорошо Пропавший Тапок Груб Он его съест И отравится И умрет Если Этот кальмар Тапки хватает Резко Знаете Когда Уточки Плавают В пруду Если Камушек Бросите Они Подплывают Думают Может Батон Скинули И ныряют Проверяют Удостоверяясь Что это Камушек Несогленно Хлебавшие Уплывают Так Может И здесь Если кинуть Тапок Кальмар Его Раз А если Он Зловонный То Кальмар Умрет Да Так вот Самое время Двигаться Дальше Но Только Самые Любознательные Такие Как Подписчики Дарклозила Гейбол Добывают Еще Фразы Если Мы Пойдем Снова К Этой Предсказательнице У нее Можно Получить Еще Довольно Интересные Фразы Как Раз Как Награду Для Таких Кто Выжимает Из Игр Все На 100 Процентов Пойдем Друзья Возьмем Это При втором Посещении Домика Уже Заставки Нет Если Например Когда Мы Смотрим В Смотровой Бинокль То Там Всегда Можно Смотреть Заставку Он Повернулся К нам Сами Видим Чем Можно Было Предположить Что Это Перевернутое Сердечко Но Это Всего Лишь Огромная Дыра На Заднице Его Халата Сказать Что Пропердел И Что Пусть Хотя Ему Снова Вы Не Могли Поперед Сказать Мне Мою Судьбу Не Понимаю Почему Ты Решила Что Тебя Ожидает Другая Судьба Но Так И Пыть Погадай Еще Раз Так Посмотрим Я Не Видела Этого Раньше Какая Интересная Волнистая Линия Она Возвращается И Пересекает Самое Себя Самое Ближайшее Время У тебя Появится Очень Мощная Машина Ты Будешь Играть На Этой Машине В Разные Игры Вот Я Вижу Игру Под Названием Шизариум Как Странно Все Я Совершенно Обессилена И Вынуждена Отослать Тебя Опять Фокус Фокус Вот Кстати В тему Очень Сильная Машина Это Было Бы Неплохо Если Бы Так Случилось Свою Сильную Машину Которую Собрал Благодаря Вам Видео Об этом Было На Канале Уже Пора Обновлять Уже Все Таки Время И Сейчас Новая Тачка Нормальная 1005 Стоит Так что Спасибо Заранее Всем За поддержку Кто Вносит Свой Вклад В развитие Виртуозила Game World Как Обновим Машину То Еще Вот A Black Tale Innocence Я выпустил Первую часть Вторая Идет у меня Пока нормально Без тормозов Но если записывать Уже подтормаживаем Тут можно будет Сделать вторую часть A Black Tale Ну просто Если учитывать Наш рост И его рост То получается Скажем Не в лицо А Простите В яйцо Ну скажем Шарлатан После этого Ничего не меняется Хотя Мне кажется Было бы Довольно Интересным Если вы Дали После этого Предсказание Особенное Или Такое же Как была нам Гадалка И можно было Прийти И сказать Что он Не шарлатан Но это Уже Не стали Развивать Как вы Думаете Куда я Иду Да У гадалки Есть Еще Третий Диалог Но Для Этого Нужно Походить Спасибо Акселератка Кто умеет Стрелять Все сюда Испытайте Себя За один Ветх Можете Продемонстрировать Своё Мастерство Все Походите Мимо Испытайте Своё Ловко Никакой Новый Перегар Не исходит Из своего Рта Ни Перегар Ни Полугар Тогда Идем За Третьим Не только Диалогом Но Еще Но Еще И Явлением Смотрим Внимательно Вы Не могли бы Предсказать Мне мою Судьбу Ты Снова Здесь Неужели Ты не знаешь Что нельзя Злоупотреблять Чужой Добротой Жадная Девочка Ну Я Тебя Сейчас Проучу Меня Тошнит Она Не просто Телепортирует Нас Но И Превращает В Лягушку Такое Вот Наказание Но Теперь Идем Дальше Пусть Уже Друге Мы Уже Плавно Приближаемся К завершению Главы С жутким Цирком Тоже Одна из Лучших Безусловно Для меня Локация С мамочкой И глава С этими Уродливыми Детьми Будет Всегда Наверное Самой жуткой И самой Любимой Но цирк Тоже Одна из Топов Очень хорошая Локация И интересная Глава Делитесь Своими Мыслами Желательно Развернуто Про цирк В комментариях Так Осколок Зеркала Надеюсь Ужас Благодарю Иди малыш Какую Иду Эти вагончики Не выберите Вагончики Вот Берем Ужас В руки Не думаю Что я смогу Сделать Это Сможешь И открываем Замок Свобода Свобода Спасибо Помсти Где Мои 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 Сычки Вот Это Да Она так С радостью Об этом Говорит Она Выпустила Кого-то Кто может Тут Сожрать Всех Но Он Пошел Искать Костей Может Найдет Несколько Константинов Сейчас Посмотрим Эти Вагончики Не выглядят Слишком Удобными Для Жилья Не Говори Кто-то Вырвался Из Эти Клетки Как Тебе Вы Освобождение Чудесное Ничего Не прокомментируешь Теперь Мы можем Ити К завершению Главы Но Сейчас Делаем Контрольный Обход И Поговорим Со всеми Замок Появилось Да Не пропускаем Этот диалог Тоже Наверное Не все Его далеко Видели Как И с Шезариумом У ведьмы Я открыла Клетку Человека Волка Я видел Надеюсь Что он Вернется Потому что Теперь У меня Осталось Всего Два Экспоната Что это За шоу Получается Моя репутация Загублена А сколько Нужно Билетов Каких-то Жалких Ясбилетов Я думал Что если Одного Экспоната Нет То Он Снизит Цену В билетах Не Снижает Так Шарлатан До свидания У близнецов Ничего Собственно У ведьмы Там И У Пьяного Клоуна Мы Выпросили Все Теперь Еще проверим Доброго Дядечку Он Говорит Дети Любого Возраста Но При этом Мы Помним Что Мы Были Недостаточно Выросшие И Потом Он Нам Подсветывал Подрасти Как мне Это Все Нравится В Шизариуме Можно Мне Кто Умеет Крилять Серь Сюда И Сто Один Билет Продемонстрировать Своё Мастерство Ищу Один Ой Боюсь Иди Оттуда Ни Сейчас Покажу Еще Место Где Появляются Билеты Ну В Татуш Вряд Что Новое Будет Но Так Как Мы Обходим Всех Перед Завершением Главы Это Такая Традиция Уже Заглянем В Стим Есть Классная Ачивка Поговорить Со Всеми Не Видишь Абсолютно Со Всеми НПС По Ходу Прохождения Не Это Самая Редкая Ачивка Которую Мы Конечно Ж Возьмем Ну Она Совсем Не Сложная Тут В Санитариуме Просто Просто Нужно Стремление К этому И Все Будет Ну И Вот Вот Здесь Тоже Место Где Появляются Похоже На Билеты На Игру Билетики Давайте Контрольно Посмотрим Заставка Будет Та Ж Хотя К концу Главы Классно Было Б Ну Это Ни В Коем Случай Не Какая Пеня От Меня Претензия Это Просто Дополнение Классно Было Добавить Уже Что Нибудь Что Раз Она Там Например Кальмара Увидела Или Еще Что Лодка Дополнение Демонстрирует Своё Постерство Да Не Проходите Мимо Испытайте Свою Ловкость Всего Один Билет Кто Забросит Кольцо Так Тут Тоже Ничего Нового Не Проходите Мимо Испытайте Свою Ловко За Один Билет Вы Можете Продемонстрирует Своё Дом Как я и говорил Один из самых Немногословных Зараза Ну дай пройти Не хочу Всё обходить Свали Ну нет Издеватель Если встал Уже Не отойдёт Это ж Это ж Обходить Ещё И по Мостику Ну Отойди Так Давайте Мы Отойдём О О О О Эти дома Такие Жалкие Словно Вот-вот Рухнут Немного 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 Да И Будет Ещё Подшивка Для вас Друзья И Фановый Бонус Также Для вас Завершили Цирк уродов Ужас Пойдём дальше В подшивке Мы посмотрим Фразы Которые Произносит Я Когда Мы Бездействуем Я Понятно Что Нужно Долго Подождать Просто Сейчас Все Получу И Нарезку Сделаю Мне здесь Не нравится Страшно А вам Здесь Нравится И Ванная Комната Вторая Не скучно Третья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok